Тюрк, Турк, Тюрак, Турак, легендарный прародитель тюрков, являющийся, согласно некоторым источникам, сыном библейского Иофета, внуком Ноя. Упоминания в Библии тюрка, турка, среди сыновей Иофета, Иофетидов, упоминания о тюрках как о потомках Иофета встречаются еще в ранних мусульманских этногенеалогиях Адам, Ивр. Запитая буквально человек, однокоренный со словами, Адама, земля и, Адам, красный, греч, запитая араб, запитая в пите книжа и Коране, первый человек, сотворенный Богом, и прародитель человеческого рода. Муж Евы, отец Каина, Авеля и Сифа, был изгнан из рая после того, как, ослушавшись Бога, вкусил плод с дерева познания добра и зла. Ислам считает Адама не только первым человеком, но и первым пророком, Наби, Аллаха. Нах в иудаизме. Нух в исламе. Най. Нах, успокаивающий, умиротворяющий, в Библии потомок Сифа. Последний, десятый, из допотопных ветхозаветных патриархов, происходящих по прямой линии от Адама сын Ламеха, внук Мафусаила. Всемирный потоп и Ной в ковчег. Когда приготовления были окончены, Бог повелел Ной взять с собой в ковчег по паре от каждого вида животных и птиц, а чистых, то есть пригодных для принесения в жертву, по семи пар, чтобы сохранить племя для всей земли. Вместе с Ноем в ковчег вошли также его семья, жена и трое сыновей с женами, дети Симхам и Иофет. Иофет, Ивр. Иофет, Лад. Иапот, Греч. Запятая араб. Запятая Яфаис, библейский персонаж, один из трех сыновей библейского персонажа Ноя, спасшийся вместе с ним во время всемирного потопа, и, следовательно, один из родоначальников человечества. По другой версии Иофет был старшим братом, поскольку первый сын Ноя родился после того, как ему исполнилось 500 лет, 2470 до н.э., а потоп произошел, когда ему было 600. О Симе, который женился еще до потопа, говорится, что первый сын, Арфаксат, родился у него через два года после потопа, 2368 до н.э., когда Симу было 100 лет. То есть Сим родился, когда Ноя было 502 года, 2468 до н.э., а поскольку о Хаме, судя по всему, говорится как о младшем сыне, напрашивается вывод, что Иофет был первым сыном, родившимся у Ноя, когда ему было 500 лет. Потомству Иофета Ноем предсказана была блестящая будущность, да распространит бог Иофета. И да все лицом в шатрах Симовых магок. Население Скифии, Скифы. Тюрк-тюрков вот что пишет они обуэльфа злалами. Тюркским народом происхождение от Иофета, Иофис был самым справедливым из сыновей Нуха. Возвышенный род его величества, царя-царей. Связан с ним, и ханы восточных городов и Туркестана происходят от него. Г. Эль. Файзрахманов со ссылкой на родословное древо тюрков Абуль-Гази называет 8 других сыновей Иофета. Тюрок. Хазар. Саклаб. Русмин-Кчин. Кеймарит-Рих. Те же имена сыновей приведены в переводе Саблукова, в переводе ВК Тридиаковского имена детей Иофиса названы как 1. Турк. 2. Харс. 3. Саклаб. 4. Рус. 5. Манинак. 6. Чвин. 7. Кеймарит-8. Грих. Хондимир. В переводе В. Григорьева, называет следующих сыновей Иофета. Турк. Хазар. Саклаб. Русмин-Секчин. Гамари, называемый также Кеймалом и Таредж. Абульфа для Алами называют 11 сыновей Иофиса, Иофета, Турка, Сина, Саклаба, Мансаджа, Мансак, Кемари, Каймал, Халаджа, Хазана, Руса-Садцина, Газа, Ероджа. Потомству Иофета. Но им предсказана была блестящая будущность. Да распространит Бог Иофета. Здравствуйте. Подписывайся на канал Кольчик. Продолжение следует. Спасибо.